Hey guys, what do you mean I have to pass face-контроль? Nobody told me I needed to wear a smoking I thought my strings are quite appropriate Вроде бы по-английски звучит, да? Но у носителя, который не жил в России, как я полное недоумение на лице Кто контролирует ваше лицо? Как можно надеть на себя курение? И где этот ансамбль струнных инструментов, про которые вы постоянно говорите? Давайте вместе разбираться С вами Дэми и онлайн-школа английского языка Skyeng Начинаем! Друзья, я решил, что вас надо подготовить к тому, что вы сейчас услышите В этом видео я рассказываю, какие слова вы напридумывали А потом решили, что они английские Это забавно, и в этом ничего страшного Но стоит иметь в виду, что не каждый носитель сможет тебя понять Чтобы выучить настоящий английский, который поймут во всем мире, приходите заниматься в Skyeng Вы даже можете проверить, поймет ли носитель слова из этого видео У нас очень много преподавателей из Америки, Англии и других стран Поэтому выбирайте любого и практикуйтесь Все занятия адаптируются под ваши цели и нужды А преподаватели и бесплатные плюшки вроде удобных приложений для заучивания слов Игр на платформе И многого другого Поддержит вас интерес и мотивацию не забрасывать занятия Поэтому записывайтесь на первый бесплатный урок И, конечно же, не забудьте про мой промокод Америкашка С ним у вас будет еще два бесплатных урока при первой оплате А теперь к видео разбирать ваши выдумки Смотрите, какая история Есть слово face control, которое вам очень знакомо по разговорам про ночные клубы и казино Выглядит максимально по-английски Но почему-то его нет в оксуровском словаре или на сайте какого-нибудь ночного клуба в LA типа We've got a strict face control Да, и каучсерфер, который остановился у вас в Москве не понимает, почему его в таком виде не пропустят в клуб Внимание, вопрос Как же так вышло? Ну, это все просто Русские придумали слово face control Вот Джордан мне говорит, что в Англии даже периодически употребляют это слово Но американцы только слышали Мы его не употребляем Да и в целом о том, что вас могут не пустить потому что, ну, лицом не вышли Американцы и британцы не особо в курсе В США You can be denied entry to a bar or a club If вам нет 21 Или 21 есть, но вы забыли дома свой ID Мамы, клянусь, я совершеннолетний У нас не прокатит Sorry Вы пьяны Вот прям в говно Вы не проходите по dress code Кстати, вот с этим слово все ок Это действительно английское слово Но этот последний пункт касается только очень модных, дорогих заведений Я там, естественно, не был потому что... Dress code Но к вашему лицу вопросов нет Я уверен, что у вас всех прекрасные лица Так же, как у америкашки Слова вроде face control называются псевдоанглицизмами Еще раз Псевдоанглицизм Они звучат очень по-английски Но либо вообще не существуют в английском языке Либо имеют совершенно другой смысл Псевдоанглицизм Еще один пример Автостоп А вот тут такое ощущение, что очень даже английское происхождение Otto от Atomobile И stop Это слово используют даже в других странах В Польше и в Гретии, например В Гретии с песней про автостоп Даже выступили на Евровидении в 1980-м году В 1980-м году Галочку поставили? Про актуальные события в мире упомянули Очень актуально Евровидение месяц на этот был А кто выиграл? Как будто у меня есть дело В США даже не участвуют Как вы уже поняли Otto stop Нет такого слова на английском Вот такой способ путешествий Мы на английском, ну, скорее всего, называли бы Hitchhiking А вот путешествовать с автостопом Это либо to hitchhike Либо to hitch просто Помню, когда мне впервые объяснили, что такое Auto stop Ну, автостоп Они такие Это же английское слово Как ты не знаешь? Это auto stop Я такой Нет такого нахуй слова, б** Типа auto stop Это типа Я автоматически останавливаюсь Auto stop Следующее придуманное вами слово Clipmaker A clipmaker What the hell is that, you guys? What? What is it? Напишите в комментариях Вы вообще его употребляете? Мне просто интересно Но вообще-то оно существует в русском языке Вот, пожалуйста, мне все тут написали Новый словар русского языка под редакцией Ефремовой Clipmaker Это тот, кто занимается производством клипов Ну, как бы мне понятно, откуда родилось такое слово Вы думаете, что на английском видеоклип будет Clip make делать Добавили к нему суффикс er, который указывает на человека Ну, вы про него уже знаете, я в курсе Clipmaker Все очень логично было бы, если бы clip действительно был видеоклипом И у слова clip, ну, довольно много значений Например, у Алисы сегодня очень красивые hair clips Заколки в волосах Поверьте мне на слово, они красивые Или посмотреть clip Тоже можно, но это будет как маленький фрагмент из фильма Как видите, clip не имеет ничего общего с музыкой Вот недавно Ed Sheeran и Justin Bieber выпустили не clip, а music video А еще, кстати, есть lyric video Часто музыканты до выхода официального клипа выкладывают в сеть видео с текстом Вот это и есть lyric video А про clipmaker мы-то совсем забыли Наверное, на английском корректнее всего назвать этого человека A music video director Это прям выдуманные вами слова Но есть еще случаи, как я уже говорил, где вы берете английское слово И вдруг меняете его значение С чего-то решили, что вам так можно Это непонятная история Возьмем, например, слово killer В русском языке это значит человек, которому вы платите, чтобы он кого-то убил Right? Но вообще-то в английском это обозначает просто любой убийца Не обязательно по заказу Но для слова killer у нас есть отдельное слово Hitman То же самое со словом smoking Если вы инистрацию говорите про smoking Он подумает сразу про сигареты и курение и больше ничего Правда, было какое-то время, когда было слово smoking jackets То есть пиджаки, которые надевали, чтобы курить сигары Но носители, с которыми вам доведете общаться, вряд ли помнят о том времени Говорите tuxedo или сокращенный вариант tux, если вы в Америке А вот dinner jacket можно говорить в Британии, это тоже проходит Продолжая тему одежды Есть еще stringy, допустим, в котором я сегодня одет Но это весьма странно звучит, потому что это от слова string Веревочка, ниточка Ну stringy, это здесь веревочки Как эти давай заново В песках, которых ты сегодня оденешь? Да, это шутка А the strings во множеством числе Это те музыканты в оркестре, которые играют на струнных инструментах А как вы называете семейные трусы? Вряд ли же family underpants Да, слушай, это вообще-то просто boxer shorts Вот так скучно Русские варианты мне, кстати, очень нравятся Как будто есть трусы, которые ты одеваешь только когда у тебя семья И ничего кроме жены больше не светит Мне кажется, мы должны это слово заимствовать в английском Family underpants То есть я делал то же самое, что вы сделали И я уже жаловался на вас Типа, ну с чего вы решили, что можно так сделать? Теперь я делаю то же самое Почему? Потому что я лицемер Но вы сильно не переживайте, вы не одни в этом В других языках тоже случаются псевдоагрицизмы Вот даже известный голландский coffee shop Вот ничего не подозревающий американский турист идет туда за кофе Как в названии и сказано А потом лови его где-нибудь в районе красных фонарей Так что, если вы в Америке где-то увидите вывеску coffee shop То не обольщайтесь Там действительно подают чай, кофе, ну вроде еще сэндвичей Даже алкоголя здесь не будет А заведение, подобное голландским, называется cannabis shops Мы никого не вводим в заблуждение Сразу говорим, что вы получите Вы вот так показываете в России, а мы вот так Дальше Друзья, вывод этого видео Это если вы увидели какое-то слово, похожее на английское Это еще ничего не значит Лучше, конечно, проверить в словаре, чтобы не попадать в неловкие ситуации А с вами был Дэнни Америкашка, как мы говорим Ваш любимый толстяк из Индианы И онлайн школа английского языка Skyeng Have a good one Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok